Книга «Открытым оком», том 2, тема «Потеряевка», вопрос 892. Почему жителям поселка Потеряевка не выдали план схему отведенных им земель до 1998 года? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот один из документов на эту тему. Заявление о недоумениях, вызванных протоколом заседания от 24 ноября 1997 года села Мамонтово. По рассмотрению вопроса о перспективном развитии поселка Потеряевка. Присутствовало на заседании 7 человек. Это уже законное заседание. Жаль, что протокол, обещанный быть доставленным в Краевой комитет по земельным ресурсам на следующий день, был доставлен через месяц. Внешне протокол составлен тускло, буквы едва разбираются, мысли обрывочные, без пояснений, с пропусками слов. Из шести выступлений только словок Кожанова ВН, представителя Краевого комитета по земельным ресурсам, не нуждается в пояснении. Четкая и точная мысль. Необходимо дополнительно около 400 гектаров земли, а также подготовить генеральный план застройки и развития села. Краткий обзор выступлений. Земля предоставлена в достаточном количестве, как для развития населенного пункта, так и для работы фермеров. Здесь подмена понятий и требований. Жители поселка Потеряевка по перспективному плану развития 1963 года на 550 человек нуждали в 130 гектарах под застройку. Улицу, огороды повторяем. По этому вопросу и ныне, то есть с 10 октября 1997 года проблема снята. Нужно только установить межевые столбы, в натуре указатель границ поселка Потеряевка со стороны железной дороги, ибо корченские фермеры, фермера сеют пшеницу фактически внутри деревни. Даже по отведенным схемам видно это. Это пока нам не мешает, но межевые знаки необходимо давно установить и отвести обязательно к Потеряевке все близлежащие наши исконные колки-рощи. Повторяем, уважаемый Петр Федорович, земли крайне недостаточно. Достаточно только на бумаге, на лживых отписках Назарова СГ. Еще раз напоминаю, что весной будет очень представительная компетентная комиссия. Будет произведен перезамер всех указанных на плане схеме площадей. И тогда от всероссийского позора спасет Назарова СГ только ваше мудрое решение. Передавать нам наши исконные земли до Андреяши налога по главной балке, включая старое клеверное поле, хотя бы пока по документам на бумаге. А межевые столбы установить весной 1998 года. По вашим, с вашей подписью документов, по 25 июня 1991 года и 29 сентября 1997 года нам отведено 171 гектар плюс 117 гектар, итого 288 гектар. Из них якобы 196 гектар пастбищ, 73 гектара сенокоса, 19 гектар лес. Пояснительно записка Назарова от 17 декабря 1997 года прокурору. 196 плюс 73 плюс 19 – 288 гектар. То есть всего 288 гектар земли включают в себя только рощи, выпаса, покосы. Ни гектара больше нет. И вопрос, а на какой же земле, в какой сфере находятся дома, пристройки, улицы, огороды, пруды, дороги, сады, старые кладбища, силосные ямы, старые колхозные скотные дворы, фундаменты, навозные кучи, овчарни, стойла скота, детский лагерь. Все это есть уже. Аэрофотосъемка и дешифровка 1986 года в масштабе 1 к 25 тысячам показывает, что есть еще и дамбы, и кустарники. По нашим приблизительным подсчетам на лыжах 31 декабря 1997 года заточность ручаться сложно, но погрешность минимальная. Показано лага, балки, топ болота 42 гектара, пруды 7,82 гектара, улица с огородами, домами, пристройками 74,2 гектара, заросшие кленами сады старые 4,64 гектара, по аэрофотосъемке 6,6 гектара, дороги, дамбы за пределами деревни 3,7 гектара, Детский лагерь 3 гектара, фермерские поля 228 гектар, в круглых скобках на этих и тире 5 гектар за скобками. Куча навозная, фундаменты старых скотных дворов, домов, овчарин, силосные ямы, куча 22 гектара, рощи колки 23 гектара, итого 192 гектара. Это земля, ни покосы, ни выпаса 192 гектара приблизительно. По нашим расчетам покосов едва ли 10 гектаров. По ведомости вычисления площади контура в поселке Потеряевке данные Краевого земельного комитета покосов 1,2 гектара всего. Ясно, что покосов не хватает в натуре. Весной Назаров будет косить, в кавычках, перед комиссией прятаться. Это ему не поможет. Он должен будет показать, как пасти коров или косить в топком лагу. Смотрите схему, им же вычерченную в виде пистолета. Итак, вы, господин Митилев, не ответили, достаточно ли 1,2 гектара или 10 гектаров нашей расчеты под покосы. О телефоне. Столбы стояли, недоставало около 50 столбов на все 15 километров от Порчин-то Потеряевки. И мы тогда хлопотали, умоляли сохранить уже существующую телефонную линию, но ее ликвидировали. Кто и зачем. По этому делу есть документ указания Шубы Н.М. и Вагнера Н.Н. с угрозой штрафа на Мануйлова в просьбе снятия с должности. Выступление подкорытовой ВВ архитектора района. На сегодняшний день в Потеряевке проживает 10-15 человек. Господа и дамы, ну что же это вы так гектары, числитель увеличиваете безразмерно, а число жителей, знаменатель уменьшаете в 2-3 раза. И это для того, чтобы доказать, что на каждого жителя Потеряевки приходится гектар земли больше, чем на корчинского жителя. Но если взять действительные, а не на бумаге, на столе у Метелева ПФ цифры, то получается. Пастбищ 15 гектар, дробь 36, меньше 0,5 гектара, покосов 10, дробь 36, равно 0,27 гектара, то есть менее 30 соток. А летом 1998 года жителей в Потеряевке будет больше, поселок то растет. В Корчино 1926 года было 4 280 человек составлять генеральный план с перспективой ориентировочно на 120-150 дворов, 400-500 жителей. И не без совета с нами составлять план и никаких двух-трехэтажных зданий. Составлять совершенно другой план. Не будет клуба, будет храм, сады, может быть монастырь, дом для престарелых, швейная, сапожная, мастерская. Жители сейчас в Потеряевке уже 36. Смотрите справку Кулебы ВФ на 1 января 1997 года. В селе Корчино 1372 человека. Со дня основания Корчино 1825 года 172 года. Прибыль в один год 1372 разделить на 172, 8 человек. В Потеряевке за 6 лет 36 жителей, то есть 6 человек в год прибывает. Говоря о перспективе развития, надо исходить из прироста 6-8 человек в год или более быстрый рост. И назначить нужно было на этом заседании конкретно ответственным и за генеральный план с привязкой к существующим постройкам. Подкорытову ВВ как архитектора района. Финансовые расходы выделить в отдельную строку на Потеряевку. Уточнить, что значит слово «перспективное развитие», на сколько лет человек, из чего исходить. И не просить Краевую администрацию профинансировать, а самим, великое ли там дело составить с привязкой к уже существующему генплану 1963 года. Выступление Назарова СГ, главный землеустроитель района. Все выступление гнилое, ухватиться не за что. 6 лет безобразничая в живейших отписках, подставляем под критику и метилео Петра Федоровича Барнаульский баптист. Лапкин просит дополнительно землю. Глупоуважаемый Сергей Георгиевич, у вас я лично не просил никогда, не прошу и не намерен просить. Считаюсь я счастливым, что еще ни разу вас не видел и не разговаривал с вами. Теперь мы настаиваем, чтобы нам отдали столько гектар выпасов 196 и столько покосов 73 гектара, насколько уже документы выданы вами. Нам не додали в кавычках 181 гектар выпасов 196 гектар, выделено на бумаге, тире 15 гектар в действительности. Не додали покосов 63 гектара, 73 минус 10, итого 181 плюс 63, 244 гектара сенокоса и пастбищ нет в натуре. Дополните и выправьте ошибку. Полный ответ в мой прочтете в центральной печати. Ответ на письмо Евгенова М. Ксурикову А.А. А там и про баптистов, и про коммунистов разъяснено. По подпискам Назарова СГ Потеряевки выделили 15 июня 91 года 171 гектар сельхозугодий. Номер 1, тире 293, дробь 97 от 1-го, 12-го, 97-го года. Риферт Ю.М. Казанину М.А. Нам непонятно, как и кому. Район выделил 171 гектар земли, если в Потеряевке жили в то время в палатках, без прописки 2 человека. И первый кирпич Самонад для первого дома положат только 8 августа 91-го года, более чем через месяц позже. Из земли никто не просил из нас. Решение Мамонтовского совета народных депутатов о восстановлении статка Потеряевки от 13 февраля 92-го года. 13.08.97. Номер 06-05-198-2. Край-земотдел. Не по сговору ли главы администрации Силокорчина-Кулебы В.Ф с Назаровым? Все-таки выиграли они 6 лет. Если землю 171 гектар выделили в натуре, указали 25 июня 91-го года, то почему же 31 августа 95-го года номер 1-822-95 прокурор Мамонтовского района Сухов В.ФГ пишет Лапкину Игнатью Тихоновичу? Направляю вам выписку из письма, адресованного в прокуратуру края по вопросам земли летних загонов совхоза Корченский. Позиция прокуратуры района неизменна. По окончании летнего сезона совхоза обязан снять меры по переносу загонов за границей земель Серла Потеряевка. 4 года мучительства матершины хлябят пастухов, 4 года вытравливали огороды посевы, 4 года Кулеба лукавил, что земли сельсовета все по закону. И только после вмешательства Краевого комитета по земельным ресурсам прокуратуры края, задыхая в злобе, матерясь и угрожая, змей лютый, дьявол, не человек, отполз на 4 километра, а пости все равно пригоняет за 12 километров от корченок по Теряевке и вырубает лес 10 метров от наших огородов. Корченцы, доколи, господи! Выступление Шейниной М.И. Заместителя главы администрации района. О дополнительном предоставлении земель нет никаких заявлений от корченской администрации. О наших заявлении в администрацию корченок все безответные. Кулеба, через следствие хранит дробовое молчание, прокуратура ему уже подсказала, что он избрал не лучший способ саботаж, смотрите, свободный курс 4 декабря 1997 года. Заявлений наших много, да толку мало, пока амбиции, обиды руководства района превалируют над государственным подходом к разрешению жизненно важных проблем. И если Кожанов В.Н. сказал о 10 простынях, которые мог бы район выделить за 24 года существования для детского православного лагеря, почему-то в ответе Шейниной застонал нищий бюджет, а бюджет и речи Кожанов не вел, то уж так привыкли все сваливать на нехватку средств и винить во всем начальство. Выступление Рязанова ЮА, главный эколог района, житель города Барнаула, то есть обо мне речи, самовольно начал строительство прудов. Вокруг Потеряевки их шесть. Для чего понадобился еще? Непонятно. И ведь господин Рязанов отлично видел, что на отведенной нам земле не было ни одного пруда настоящего. Были прорванные плотины. Два пруда за пруда отремонтировали. Третий заросший пруд Катыфенский, где я в детстве купался. Рязанов объявил чистым полем за пруду, как бы не существующий, а углубление пруда на 30 сантиметров, удаление кустарника и осоки, порча сельскохозяйственных угодий. Вот потому-то все и непонятно, что в душе, что в стране и вам очень выгодно и хочется сказать, что у нас по характеристике Назарова покосы не выкашиваются. Выпасание стравливается. Пашни зарастают бурьяном на каждого жителя до 30 гектар сельскохозяйственных угодий, которые они не в состоянии усвоить, что мы недееспособны, что пора бы закрывать эту лавочку, потеряя вкус попами и баптистами. И освоение прудов-садов не вписывается в набившую оскомину прокоммунистическую характеристику верующих. И потому рад господин Рязанов подавать в суд и похваляется составлением протокола и постановлением работ по превращению болота в озерцо пруд. И не только не сожалеет о содеянном, но подстегивая себя ими же написанными параграфами запретов, ставит себе за слугу то, от чего душа плачет. Как сказал святой исповедник Патриарх Тихон, мы переживаем страшное время вашего владычества. Дьявол правит бал на русской земле, пропитанная слезами и кровью от коры до центра, а извительные стрелы человеческого цинизма ведут все к роковой развязке. И в заключение решение заседания по вопросу перспективного развития поселка Потеряевский. Для перспективного развития поселка необходимо в ближайшее время разработать генеральный план застройки. И перспективный план социального развития села. Дай-то Бог не забыть и поскорее вспомнить это. Через чем ходатайствовать заинтересованным службам и районной администрации перед высшестоящими инстанциями привлечения дополнительных финансовых средств для выполнения поставленной задачи. Согласитесь, уважаемые господа и дамы заседания, что нарисовать карандашом дом и построить его на пустыре не равно. И если даже на бумаге вы не можете шесть лет этого осилить без финансовой помощи сверху, похоже, до второго пришествия Христова не быть тему, то каково тем, кто своим горбом да хрипом делает это в яви, а государство не помогает и на каждом шагу обманывает, обирает. Просим, помогите нам и не убивайте нас хотя бы своим бездействием. Сверхубыточным колхозом государство списывает миллиардные долги, а нам не платят за сданный урожай. Мы колхозы не на равных, их подкармливают, а нас объедают. Продолжение следует...